так давайте теперь смотрю сюда и так допустим 0,0 что права права те самые красивые 7 лет допустим вот это все вырастет дикарями попадаем сад пианиста фактически как бы засекречен черемушка пригород сайдоборска прошу прощения пригород сайдоборска в саду пианиста растут самые культурные сорта абрикосов железов и филиппио 5 сорта образцов сортов плебеев рядом нет во и у косточек именно этих абрикосов максимальный шанс и дать крупноплодное потомство мечта ученых и насчитанных садоводов ученых собрали мы с пианистом пару тысяч костик заказывайте разъясняю почему я написал мечта ученых уже когда я несколько раз показывали уже следующий раз показывать уже когда из моих сеянцев вот такого размера росли в тени полной тени в дерне под маньчжурским абрикосом патриархом 20 или 30 я ему выслал по 30 рублей продавал смешно да не смеетесь на 30 или 50 30 рублей 12 лет назад примерно и тогда он уже получил урожай я уже знал он не звонил говорю все потомки выросли разные но вкусные это его слова вот это живой человек это человек который пошел вот этой путем то есть и соофициальный на тот момент он был он был зав кафедрой она когда мы общались он был уже его директора миявского института дальше и вдруг он мне заказывал он присылает мне 10 тысяч еще 10 тысяч ну со скидкой это получилось тысячу косточек я эти косточки он меня я хотел быть максимально это ну как максимально порядочным вот я-то знал что ему надо ему как раз а потом я еще покажу вам это самое письмо она будет ниже уже мичурина мичурина который считается истинной последней станции вот и как бы мичурина плохо не относился но именно наш уважаемый его директор а так вот миявского института именно он сказал мне как вы относитесь к мичурина я уже сразу мне так помните как было мне нужно иметь в друзьях людей которым я доверяю максимально а когда-то вспоминаем гоголя в запах или кого тараса бульба кто написал шевченко или гоголя ладно забыл но главное не это у него пропуском в его романе тарас бульба пропуском в запорожскую сечь была та знаменитая фраза гоголевку пьешь бога веруешь проходи и вот когда значит лаулин вдруг на мой вопрос ответил я уважаю мичурина вот тогда я сказал все будем дружить и молча про себя а дальше что было он мне заказывает 10 тыс присылает и 10 тыс и заказывает 500 и 500 в кососе где я собирал первые 500 это мне просто повезло потому что разве можно назвать продовезением страшнейшую трагедию в моей семье я 60 раз ездил за два года я 60 раз ездил в Абакан и пока я там находился я их лазил по этим везде знакомился с людьми кто-то продавал те же абрикосы я научился отличать абрикосы с узбекистана которые выдавали за местные подхожу где откуда всех мнется мнется из майны дайте мне адрес я тоже такие хочу я прикидываюсь дураком или наивным а человек не знает никакого адреса потом уже я говорю с узбекистана или с тазикистана молчит ну все понятно а иначе не продашь а вот за местные выдается да покупает видео как вы жми это мои молодцы теперь что из этого следует я его 500 кустик оттуда привез а какая у него было главное требование почему не пришлось столько времени терять да потому что ему нужно было чтоб они были деревья которые никогда не были привиты вот так вот а вторая 500 с моего саду а у меня же как раз такие были но конечно была лука что какое сдаст дерево непривитого но рядом же это с телегония поняли уже к чему я кладу привитых полно повлияет опыляет опыляли же пусть она не привита но супруг то у него привиты но тем не менее а где же взять то чисто это мне надо было где-то в тайге а я таки да я знаю находил одиночные деревья в окрестностях стоянногорска одиночные вот там вот чисто чисто и дикари не дикари а которые никто не опылял они почему-то плодоносли ну видите как и тогда получилось что он не просто вечеринец а еще и решил уложиться в это парахрустного ложа только с непривитых и работает только с ними а я ему говорю королевский да у него такие эти самые академки 100 грамм 110 105 120 почему привить нельзя 130 граммов уже меня за пояс оттуда моя ученица из этого из калининграда 130 нет все его жесткое требование я вот так и вышел вот теперь получается так мы собрали пару тысяч костей а вот тут как раз опылить и как бы говоря испортить сорт допустим с помощью терегонии то есть назовем это не брачность с помощью перекрестного пыления допустим этот крупный этот мелкий я с крупным взял косточку а с косточки что будет неизвестно а есть только крупные вот смотрите привет Александр ну как фотографии так на девушку не смотреть не отвлекаться вот смотрите сюда вот это есть представляете какие косочки ничем не спорчены ну теперь можете любоваться на девушку так поздравился идем дальше и и Субтитры создавал DimaTorzok